А, здрасте! Друзья, всем приветуленьки! Очередная подборочка модов от меня. Для нашей всеми любимой 19-й фермы, вероятно, уже, кстати, последняя подборка. В общем-то, не забывайте поставить лайкусик, если не подписаны, то подписаться на канал, и погнали посмотрим, что я для вас приготовил. Первый мод на сегодня у нас называется Drive Distance Counter, и этот мод добавляет одометр для пройденных расстояний на все транспортные средства. Вход! Простите меня, пожалуйста, за такую езду, я не виноват. Это что-то сегодня у меня. Обычно я не так себя веду, да. Короче, здесь просто на худи отображается пройденное расстояние. Снизу суточный, там где Trip написано. Он будет обнуляться каждый день при достижении временем 0 часов 0 минут, и сверху добавляется общий. Это уже третий мод на одометр, я, в принципе, люблю всякую вот эту статистику. Ну и как бы этот самый минималистичный, самый такой простенький, насколько я понимаю. Мне, в общем-то, нравится. Мне кажется, такая штука должна быть по дефолту в игре. Следующий мод у нас называется Info Message Hood. Когда у нас открыто меню F1 с подсказочками, со всякими, то некоторые устройства добавляют какую-нибудь дополнительную строку. Например, у меня сейчас поставлен мод Speed Player, и он показывает мне скорость. Если мы, например, возьмем какого-нибудь Скорпиончика, давайте его арендуем, и заведем двигатель, и включим его, то здесь у нас есть такая штука, как длина распила. И, в общем-то, если мы скрываем F1, то этот мод добавляет всю эту информацию, чтобы она отображалась всегда. Лично для меня очень полезная штука, я ей очень давно пользуюсь уже. Сразу же можно не открывать меню и выбирать скорость. Ну, короче, вся эта информация всегда доступна. Не надо открывать F1. В общем-то, да, полезная штукенция. Третий мод, друзья, на сегодня это Автомойка. Только у меня нет на нее денег. Надеюсь, столько должно хватить. Автоматическая мойка. Я так понимаю, она выдрана с карты Hot Online Farm, судя по логотипу. Или просто от авторов этой карты. В общем-то, вот такая вот автоматическая штука. Можно ее здесь поставить. Можно, например, загнать туда нашу сканию. Почему бы и нет. Давайте только без прицепа, а то мне кажется, что она не вылезет туда целиком. Заглушим ее здесь. И здесь вот есть меню управления. Нужно открыть, подойти к дверцу. И вот здесь вот на кнопочку старт надо нажать. И самое ублюдское то, что на геймпаде это не работает. Серьезно. Только на клавиатуре кнопочку B нажимаете. И она запускается. Закрываются здесь вот все дверки. И нашу машинку начинают по полной здесь мыть. Самый прикол в том, что я, видимо, не могу выйти снаружи за этим наблюдать. То есть мне самому надо мыться или же из комнаты. Тогда имеет смысл, наверное, вот эту дверь закрыть. Довольно быстро она все это делает. Туда-сюда-обратно. Без всяких сушек, как это было в 17-й ферме. И, в общем-то, вся техника у нас становится чистенькая. Для тех, кто не любит париться с Керхером или любит вот такие вот штуки. Вполне себе полезная вещь может оказаться. Вполне себе прикольненькая. Следующий мод, друзья, у нас называется Chopped Straw for Harvesters. Эта штука делает так, что если вы не собираете солому, не отделяете ее вот таким вот образом, как сейчас вот комбайн делает, а распыляете на поле, то это дает первый слой удобрения, который можно будет просто перепахать в землю или перекультивировать. И у вас будет слой удобрения. По крайней мере, это в 17-й ферме так работало. В 19-й, по-моему, просто сразу дается слой удобрения. Сейчас мы это проверим. Я, честно говоря, им пользовался, но никогда не обращал внимания на это. Например, первый ряд вот мы собрали солому, отделили. Сейчас выключаем вот эту замечательную функцию, как отделение соломы. И проедемся просто по полю и все это дело распылим. Здесь будет, соответственно, другая немножко анимация, другая текстурка. И видно, где у нас солома распылена. Это касается не только пшеницы, это касается вообще всех зерновых, которые дают солому. И даже которые не дают солому, они тогда по умолчанию просто распыляются. В общем-то, эта штука не так давно появилась в модах 19-й ферме, хотя еще я с 15-й фермы помню такую хреновину. И это вполне логично. Если распылять солому, почему бы это не использовать как удобрение? Здесь даже видна разница на земле в текстурке. Если мы откроем карту по составу почвы посмотреть, то видим, что здесь у нас удобрилась часть. Проходитесь культиватором здесь или плугом. Далее сеете, удобряете еще один раз и все. Вот так вот все просто. Ну и пятый, друзья, мод на сегодня у нас немножко читерский, немножко реалистичный. Называется Collect Straw Admissions. Эта штука позволяет с чужих полей, на которых вы берете контракты, на которых остается соломка, собирать ее. Потому что доступа, как правило, к этому нету. У нас взят контракт на 21-е поле. Я тут уже прошелся, одну полосочку комбайном здесь собрал. Соломка вот здесь вот так вот лежит. И мы можем взять любой прицеп для сбора этой самой соломы. Да, здесь он пишет, что нет доступа к участку. Но когда мы заезжаем на поле, эту солому можно спокойно собрать. Можете ее продать, можете ее забрать себе и так далее. Можете делать с этой соломой все, что захотите. Да, возможно, это немного читерский. Потому что, если вы играете на карте с какими-нибудь супер большими полями, или на каких-нибудь картах, где есть лен, например, и льняная солома очень дорогая, можно нехило так подняться на чужих полях. Просто тупо на уборке. Но с другой стороны, реально эта солома просто тупо пропадает. Чего добру пропадать? Поэтому вот такая вот полезная штуковина. Она уже миллион лет существует, не знаю, почему я о ней раньше не говорил. Может быть, потому что это супер очевидно, и об этом моде все знают. Так что как-то вот так вот. Ну и, друзья, вообще не знаю, что на меня сегодня нашло. Возможно, потому что я записываю этот ролик в пятницу. А пятница это день добрых дел. Короче, шестой модик у нас сегодня будет. И называется эта штука фотомод. И эта хреновина позволяет вам нажатием на кнопочку паузы, добавляет вот такое вот интересное меню, которое позволяет вам делать красивенькие скриншотики, которые у меня, собственно, обычно и идут на обложке роликов. То есть нажав на паузу, вы можете, как хотите, здесь крутить, вертеть. Можно даже угол менять. А это дает своего рода возможность сделать красивый снимочек какой-нибудь. Можно вот так вот выстроить здесь и сделать какой-нибудь красивый снимок комбайна. Плюс, что самое интересное, вот эта вот пыль, генерирующаяся от работы, она остается. И, в принципе, довольно такая живая. Вот так вот можно сделать. И получится вполне себе симпатичный скриншотик. Нажимаем на Enter и все. Он сохраняется в отдельную папку со скриншотами. В моих документах можете ее там найти. И можете делать красивый скрин. В принципе, это не такая полезная штука, может быть, для обычных людей. Но если вы любите всякие вот такие вот скриншотики, всякие красивенькие, то, пожалуйста, вот такая вот полезная хреновина. Ну и, друзья, на этом все. Шесть модов сегодня у нас получилось. Вот такая вот подборочка. Если она для кого-то оказалась полезной, не забудьте поставить лайк, если вы что-то узнали новое. Можете накинуть еще всяких модов, если есть какие-то у вас интересненькие, на следующие мои подборки. Если они будут, не факт, что они будут, конечно, но мало ли что. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, потому что впереди, через месяц примерно, мы разыграем Farming Simulator 22, лицензию, которая скоро выйдет. И это будет весело. Спонсорам, конечно же, огромное спасибочки за поддержку. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok